Дорогие братья и сестры, хорошо, что сегодня вы пришли в Дом Божий. Я знаю, что многие с вас работали, устали, может, но вы постарались, вы пришли, это очень-очень хорошо. Потому что особенно накануне таких великих праздников, как Пасха, очень важно быть в правильном состоянии, подготовить себя, подготовить свою душу. И самый лучший путь, чтобы подготовить себя и свою душу, это прийти в Дом Божий, участвовать в вечере Господней, вспоминать и размышлять о том, что сделал наш Господь Иисус Христос. И перед тем, как мы будем принимать вечерю Господню, я хочу поделиться с вами словом. Давайте мы еще раз встанем, выслушаем стоя. Иоанна 13 глава, 1 стих. «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его, перейти от мира сего к Отцу, явил делом то, возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их». Садитесь, братья и сестры. Сегодня я хочу кратко посмотреть на этот первый стих. Перед праздником Пасхи, Библия говорит, евангелист Иоанн больше всего дает нам деталей, что происходило перед Колговским крестом. Евангелист Иоанн говорит нам больше всего деталей, рассказывая нам, какая беседа была на последней вечере, на последней встрече Господа Иисуса Христа с учениками. Давайте посмотрим на этот стих, разобьем его на несколько пунктов и посмотрим, что нам говорит Слово Божье. «Иисус, зная, что пришел час Его». «Иисус, зная, что пришел час Его». Какой час, о каком времени говорится здесь? Мы все знаем, о каком времени здесь говорится. Цель, для чего Иисус Христос пришел на эту землю? Для того, чтобы пострадать и взять грехи наши на Голговский крест. И Он жил в тени Голговского креста. Он знал, что это Его главная цель. Для этого Он пришел. И придет время, придет час, когда Ему надо будет исполнить волю Бога. Бог есть Бог порядка. У Бога все запланировано и организовано. И у Бога есть свой час и свое время, которое Он имеет для нас в нашей жизни. Очень часто мы хотим наши часы, чтобы Божьи часы подвести под наши часы. Мы хотим подстроить Бога под наше время. Господь, почему Ты не отвечаешь на мои молитвы, на которых я молился очень долго или молилась? Я молился за моих близких многие годы, и они не приходят к Тебе. Господи, почему Ты не исцеляешь от болезни? Господи, почему Ты не даешь работу? Господи, почему Ты не даешь служения? Разные есть вопросы и моменты в нашей жизни, и мы хотим, чтобы Бог сразу нам ответил или ответил, когда мы хотим. Написано, что пришел час. То, что запланировал Бог, пришло время. И мы видим, что Иисус, зная, что уже последние минуты, считанные дни, считанные часы Ему осталось на этой земле. Смотрите, что Он делает. Я не знаю, по-человечески можно было бы сказать, ну уже все, Господи, я все здесь сделал. Я готов уходить с этой земли. Знаете, вот как люди бывают работают многие годы или долгое время на работе, а потом, когда они уже нашли работу другую, и дали Норрис там две недели, и бывают, расслабляются уже как. Там их работа ждет, здесь уже их уволить не могут, и ты начинаешь видеть настоящий характер человека. Какой он работник, кто он есть. И вот такие есть моменты, когда человек знает, что уже это его последнее время, и он начинает как-то расслабляться, поступать, может, не так, как он всегда поступал, но Иисус Христос, братья и сестры, зная, что это его последнее время здесь. Смотрите, как он поступает. Библия говорит, что Иисус, зная, что пришел час его, перейти от мира сего к Отцу. Прекрасное слово, слово Божье использует, перейти. Недавно разговаривал с неверующим человеком, и он боится смерти, потому что смерть для него – это конец. И многие люди, которые не с Богом, которые не со Христом, они боятся смерти. Но для нас верующих людей – это переход. Может, кто-то из нас потерял близких людей, которые перешли уже, перешли на небо, перешли к Отцу. И здесь говорится, что, зная, пришел час его, перейти от мира сего к Отцу. Многие сла сейчас знают, что происходит в этом мире. И если ты по-настоящему возрожденный верующий человек, то или сейчас, или в прошлом, когда ты смотришь на этот мир, то у тебя должно быть чувство недовольности, что ты недоволен. Тебя не должно не устраивать все, что происходит в этом мире, и куда этот мир катится, и к чему он идет. Верующий человек должен к окною уставать от всего, что происходит, от этой суеты, от греха, что мы здесь только временно находимся. И мы видим, что Иисус пришел час его перейти от мира сего к Отцу. Я помню, вот есть два чувства. Чувство, когда тебя оставляют, и чувство, когда тебя ждут. Я помню, когда я первый раз поехал учиться в Пенсиколу, я приехал, никогда в этой Флориде не был, никогда в этой Пенсиколе не был, меня высадили с самолета, и я стою в аэропорту со своими сумками, и не знаю, что мне делать. Меня никто здесь несет. Я не знаю, ну я знаю, что мне надо в Пенсиколу-Калыч попасть, я здесь никогда не был. И вот ты пришел, и ты вот, ты никому не нужен в этом, в этой Пенсиколе. Но другое, когда вас приглашают в гости, и люди готовятся, готовят еду, накрывают стол, дом убирают, и вот вы приходите, вот вам сказали, там, допустим, в пять вечера, и вы приходите, и люди встречают вас, хозяева, в дверях, и вы понимаете, что вас здесь ждут, вас ждали, вас хотят, чтобы сюда пришли, готовились к этому времени. Так вот, Писание говорит, перейти от мира сего к Отцу. Нас ждет небо, дорогая церковь. Мы, когда придем на небо, мы не придем, как чужие люди с чемоданами. Иисус говорит, Господи, молюсь, чтобы они были, где я. Я иду приготовить место им. На небе никогда не будет одиночества. На небе никогда не будет чувства, что тебя, ты никому не нужен, и никто тебя не ждет. Там ждет Отец, там ждет Господь, свою церковь. И Писание говорит, что пришло время перейти от мира сего не куда-то просто в абстрактное место, на небо, а к Отцу. Место, которое приготовил нам Господь. Где нас ждут. Где для нас приготовлено это место. И это прекрасно. Представьте, если вы неверующий человек. И вы живете жизнью, понимая, что твоя жизнь кончается, и потом смерть. Много сейчас в Америке агнастекс, которые говорят, ну мы верим, что что-то есть там сверхъестественное, есть кто-то там, но все равно ты не знаешь, что будет с тобой после твоей смерти, что будет с твоей душой, ты не знаешь. Но какое утешение мы, верующие люди, имеем, когда мы знаем, что нас ждет Господь на небе, что Он приготовил место для нас. И что бы ни произошло в этом мире с нами, последний раз, когда мы закроем наши глаза на этой земле, мы откроем наши глаза в присутствии Бога, в месте, где нас ждут и ожидают. И в конце, последняя часть стиха, Библия говорит, явил делом, что возлюбил своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Христос показывал свою любовь к нам и до сих пор показывает нашей жизни. С Иоанна первой главы до двенадцатой слово Агапе, греческое слово Любовь, упоминается только восемь раз. Но в четырех главах, с тринадцатой главы до семнадцатой главы, слово Агапе упоминается тридцать один раз. Иисус показал свою любовь к нам. Когда человек проходит какое-то горе или какую-то трудность, мы говорим оставь его, пусть он побудет сам, пусть он наберется силы, пусть он приготовится, пусть он успокоится. Ам. И было бы справедливо Иисусу требовать тоже такого личного времени, где он может приготовиться к Голгофе наедине, чтобы его никто не дергал, никто не спрашивал ничего, молитвы, спокойствия. И мы бы поняли, как люди, что действительно перед таким величайшим подвигом или таким делом, которое он совершит. Христу надо время, личное время. Посмотрите, что Иисус делает. Он собирает своих учеников, с которыми он провел три с половиной года, с которыми он жил и он видел их и хорошие стороны, и плохие стороны. Когда ты живешь с человеком, ты видишь все. Одно, когда ты увиделся в церкви и попрощались, ушли, но когда ты живешь, и за три года Иисус прекрасно понимал, кто такой Петр, кто такой Иоанн, кто другие ученики, кто такой Иуда, И вот последние минуты, что он делает? Опять, вместо чтобы для себя что-то делать, он собирает своих учеников и он начинает мыть им ноги. Вот это любовь. Баркли красиво написал, он сказал, чем больше ему причиняли боли, чем больше его унижали, издевались над ним, тем больше он любил. Чем больше ему причиняли боль, чем больше его унижали, издевались над ним, тем больше он любил. Перед Голгофским крестом, когда над ним будут издеваться, когда его ученики его оставят, вместо обиды, вместо недовольствия, Христос начинает служить этим ученикам. Христос показывает свою любовь на деле, и он начинает последние минуты, все равно хочет что-то делать для них. Хотя мы читаем, перед этим они спорили, кто больше будет в царстве Христа. Они уже так сильно спорили, что когда пришли домой в Израиле, не было дорог, асфальта, была пыль. Люди ходили ногами, особенно когда пошел дождь, это превращалось в грязь. И люди не носили такие туфли, как мы носим, они носили там сандалии с открытой ногой. Люди ходили по этой грязи, и ноги пачкались. Это была жизнь такая. Когда они приходили к кому-то, то слуга в том доме наливал воду, брал грязные ноги, гостей хозяев, и начинал мыть эти ноги. Но когда Иисус Христос собрался с учениками, там не было слуги. Они сами собрались. И может они так сильно заговорились, задумались, кто был первый, кто будет больше в царстве Божьем. Что они забыли набрать воды и помыть ноги. И Бог неба, Бог вселенной, Сын Божий, Сын Божий моет грешникам грязные ноги. Никакая религия никакая больше не может учить то, что учит христианство. Вот что сделал Христос перед самым своим страданием. Он не удалился, не закрылся, не сказал ученикам, я уже три года на вас потратил, а теперь мне нужно время быть одному. Но в последние минуты он показал, что он любит своих учеников. И любит до конца. До конца какого конца? До Голгофского креста, до смерти и воскресения. Вот эта любовь, не эгоистичная любовь, а самоотверженная любовь. Вот к такой любви нас призывает Бог. Так что в следующий раз, когда мы хотим обидеться, потому что наши мнения не учли, потому что на нас не обратили внимания, или не поняли нас, или не поддержали нас, или потому что что-то происходит не так, как нам хочется, помыслите о Христе. Помыслите, что Он делал перед самым Голгофским крестом. Как Бог мыл ноги, грязные ноги грешным людям. Я, кажется, уже рассказывал, что один из библейских колледжей в Америке, вот я не помню, какой именно, но если ты заканчиваешь этот колледж, там на миссионера, на служителя, то во время, когда graduation, они дают две вещи. Первое, они дают диплом, который говорит о том, что ты закончил. А второе, они дают чистое, сложенное белое полотенце. И они говорят, надеемся, в следующий раз, когда мы тебя увидим, это полотенце будет грязное. Ты будешь следовать примеру Христа. Пусть этот диплом не дает тебе гордость, но наоборот открывает двери, чтобы ты мог служить, как служит Христос. Может, нам так сделать, а? Каждому выдать полотенце члену церкви и спросить, мы готовы мыть, мы готовы служить, мы готовы унизиться, как это сделал Христос? Или мы хотим только, чтобы нам служили? Мы хотим быть только первыми. Мы хотим, чтобы происходило так, как мы хотим. Пусть Господь нам перед вечерей поможет и покажет, как действительно нужно любить. Вот это любовь Христа. Он смирил себя до смерти крестной. Он служил и мыл ноги. И пусть Господь даст такую же любовь нам, чтобы мы тоже могли так же делать. Я никогда не забуду момент моей жизни, когда меня пригласил мой знакомый, мы работали вместе в одной компании. Он уволился и открыл свою кафетерию, кафе-шоп. И я не знал, но когда я пришел в этот кафе-шоп, там находился начальник моего начальника. То есть, когда я с этим человеком встречался в компании, то он имел большое влияние, мы все его уважали, в какой-то степени, может, даже побаивались. Когда он приходил на митинги, то мы понимали, что это... И когда я был, к какому большому удивлению я... Произошло, когда я сидел за столом в этом новом кофе-шоп, и выходит этот начальник, босс моего босса, фартухе, с кофе говорит, вот ваше кофе вы заказывали. Я говорю, а что вы здесь делаете? Он говорит, а я пришел помочь ему. Он попросил помощи, я пришел помочь. И я вот, когда он мне принес это кофе, я думаю, так Господь мыл ноги своим ученикам. Вот нам тоже не надо бояться этого делать. Пусть Господь нам поможет именно иметь разум и смирение Христа. Сейчас мы помолимся, попросим, чтобы Господь приготовил нас к участию в Вечере Господней. Субтитры создавал DimaTorzok